Что означают изменения в Конституцию страны, предложенные Владимиром Путиным, и на что должно обратить внимание правительство Чувашии в своей работе в следующем году? Об этом говорили сегодня на встрече главы республики с Советом Старейшин. Как поправки в Конституцию изменят систему управления страной и к чему это приведет? Первое, что спросили у Михаила Игнатьева представители Совета Старейшин. Сейчас все члены правительства назначаются указами президента страны. После того, как поправки вступят в силу, вносить кандидатуры вице-премьеров и министров на утверждение в Госдуму будет председатель правительства. Государственная Дума Российской Федерации будет участвовать в формировании принципа правительства Российской Федерации. Гости обсудили остальную часть послания Владимира Путина, а затем перешли к предстоящему посланию Михаила Игнатьева, Госсовету Республики. Глава Чувашии пригласил их в том числе и для того, чтобы собрать предложения. Среди тем, которые прозвучали, решение кадровых проблем в медицине, продолжение рекультивации свалок и строительство дорог в сельской местности. Чтобы действительно выделили деньги и капитальные вложения на устройство внутри почелковых дорог. Потому что, в принципе, уже у нас и так вот за последние годы в 70% населенных пунктов уже дороги есть. Но они очень большой износ имеют, поэтому желательно туда вложить большие деньги, чтобы действительно между городом и деревней разницы меньше было. Все предложения возьмут в разработку. Ольга Пырочкина, Бахтиар Велиев, Республика. Блока. Блока.